В мире одна лишь вещь хуже насилия – капитуляция перед насилием. Это эпиграф к документальной пьесе «Семь», показанной на сцене Национального академического театра имени Янки Купала. Беларусь вошла в число стран, которые во всеуслышании сказали «нет насилию над женщинами». Проект, связавший 30 стран мира острым восприятием проблемы, прозвучал в Беларуси благодаря совместной инициативе Фонда ООН в области народонаселения, посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института в Стокгольме. Первый публичный показ пьесы «Семь» прошел на сцене Национального театра имени Янки Купалы. В первую очередь каждый зритель может сказать «нет насилию», «домашнему насилию» на свой манер и в зависимости от своих возможностей. Ведь проблема заключается не только в том, что 70% женщин сталкивается с домашним насилием, с насилием в Республике Беларусь, но то, что очень велик процент людей, которые принимают насилие. Это не та драма Тургеев, в которой фантазия автора оправдывает душевное спокойствие зрителя. Как бы не было великопотрясения, герой выдуман. В пьесе «Семь», написанной и спродюсированной шведской актрисой и писательницей Хеде Крауш-Хорген, все до боли реально. Основой произведения стали семь интервью, взятые у семи женщин. Он ударил меня ботинком по лицу в присутствии детей. Ее лицо в синяках, одеке, держится уже неделю. Почему же ты не уйдешь? А ты знаешь, куда мне идти? Я начинаю обзванивать социальные службы. Другие организации спрашивают, кто может помыть женщине в каком положении. И везде отвечают за то и то же. Никто. Это частное дело. Бизнесмен, основатель известного интернет-портала Юрий Зисер, посол Швеции в Беларуси Мартин Оберг, посол доброй воли Юнейдс в Беларуси телеведущая Светлана Боровская, олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир, многократный чемпион мира по тайскому боксу, вокалист панк-группы Брута Виталий Гурков, телеведущая Анна Бонд, солистка музыкального проекта «Шума Руся» и Павел Харланчук-Яжиков без лишнего пафоса, но невероятно пронзительно. Доносят до сердец слушателей правду о трагедии женщин, испытавших на личном опыте, что значит насилие. Постановщиком белорусской версии театрального проекта стал режиссер Иван Пенигин. Все здесь предельно лаконично, экран, черные костюмы, и только содержание являются эти трагические истории об этих женщинах. На белорусской сцене пьеса «7» читается на двух языках – русском и белорусском. Ее цель – вызвать сострадание к женщинам, подвергающимся насилию, мотивировать людей во всем мире в случае необходимости обращаться за помощью, искоренить в собственном сердце даже крохотные ростки деспотизма. Что может сделать зритель после просмотра такой пьесы? Как минимум перестать прятаться от реальности и хотя бы одним своим небезразличием начать менять мир к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok